Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим кексовые куличи. Кексовые куличи на основе нашего фа-маффина уже с изюмом, с сухим, очень вкусным изюмом. Туда входит мука, сахар, яйца, масло растительное. Также мы с вами туда положим начинку твист, твороженое с крупинками, что придаст нашему куличу такую очень мягкую, очень пористую, очень чуть-чуть какую-то резиновую структуру. Еще ему также дойдет заварной крем с откой творог. В нем есть очень хороший благоудерживающий агент, что позволит очень долго оставаться вашему куличу мягкому и хорошему. Что еще хорошего в этом куличе? В том, что он делается без дрожжей, его не надо очень долго растаивать. Опару делать и тому подобное. Делается все в два замеса. Один раз мы взбиваем в садко творог, и остальное мы просто смешиваем на маленькой скорости. Замес, в принципе, занимает около 2-3 минут. И сразу же можно их выпекать. В первом этапе замеса мы смешиваем садко творог. Его можно класть как внутрь теста, так и прослаивать какие-нибудь бисквиты. Его можно класть внутрь выпечки, то есть он термостабильный. Его можно смешать с водой, с молоком, добавить с ядро апельсина. И будет очень вкусный заварной крем со вкусом творога. В данном случае мы сейчас его, вот он у меня здесь насыпан, кладем в нашу ежу и добавляем, я скажу вам рецептуру. Заварим крем со вкусом творог 150 и воды у нас в данном случае 350 грамм. У меня уже все отвешено. Соответственно, мы смешиваем с водой. Перемешиваем. Вот мы смешали наше садко с водой. Ему дать надо время для набухания 5-7 минут. Дальше мы должны его взбить 3 минуты. И смешаем все остальные ингредиенты, соответственно, кроме желеяных шариков. И наше тесто готово. Отдельное внимание я хочу уделить фоматину со вкусом изюма. Видите, прям кусочки изюма. Прям полноценный сухой изюм. Вот он в этой смеси. Это 13% смесь. То есть из килограмма нашего фоматина у вас получится 3 на 13 килограмм куличей. Вот, обратите внимание, очень много изюма. И даже в составе изюм стоит на первом месте. То есть его здесь, в этой смеси, больше всего. Обратите внимание, что все наши маффины надо сохранить закрытыми. Чтобы ничего не сварялось. Чтобы влага в муку не впитывалась. И всегда ваш маффин был хорошим. Вот, видите, каким он стал. Но это еще не все. Ему еще надо постоять. Я думаю, потом в конце вы будете понимать по консистенции, когда ваш заборной крем на вог. Так же мы туда добавляем в наш кулич начинку твист твороженое с крупинкой. Вот, посмотрите, пожалуйста. Не знаю, вот так видно. Вот, вот прям, видите, в этой начинке прям верны кусочки крупинки творога. Мне очень нравится на вкус эта начинка. Мне нравится, что там очень хороший, благоудерживающий. Куличек будет всегда очень мягкий. Очень насыщенный по вкусовым качествам. И вы можете не переживать за то, что вы там отошли, например, от дрожжей. И все, они перекисли, и вы выкидываете тесто. Наш маффин, он бездрожжевой и очень легок в исполнении. Еще мне очень нравится. Вот мы сейчас разрабатываем для одного магазина, для одной сетки. Мы делаем наше тесто, отсаживаем в форму. Вот, прям сырое тесто, как обычно, отсаживаются в форму. Вот. И замораживаются. Замораживаются в шоковой камере. И вот такими вот продаются, не выпеченные. В магазине. Чтобы одному магазину сказать, что это мы производим. Они попают такие штуки. Выставляют их в дефрост. И когда они отходят, они просто выпекают. То есть, с дрожжами это очень сложная система. А тут вы можете сами так попробовать. Вот именно по этой рецептуре. Вот. У вас очень хорошо получится. Тут химическое разрыхление, никаких проблем с этим не возникнет. Главное, хорошо дефростируйте ваше тесто. Ну, а еще я должна вас предупредить, что такие куличи, они идут до 300 грамм. И 5 минут прошло. Обратите внимание, вот как набух наш садко. Вот, вот, вот. Вот. Мы пойдем его взбивать. Пойдемте с нами. Мы взбиваем наш садко-творог на высокой скорости. По двум кадрам вы можете оценить, насколько изменилась наша начинка, когда мы ее взбили. Вот, посмотрите, она стала однородной. Она стала блестящей. Это значит, что она готова. Мы можем дальше перейти к замесу. Дальше мы смешиваем все остальные ингредиенты. Не важно в каком порядке. Просто мы все докладываем в дюжу к заварному крему. А это именно фа-маффин с изюмом. 200 грамм. Мука пшеничная. 420. Сахар-песок. 350. Хочу обратить внимание, что я не люблю очень сладкие куличи, поэтому я уменьшаю всегда сахар, но вы при своем желании можете его всегда увеличить до 400 грамм спокойно. Сахар. Яйцо. 290 грамм. В данном случае у меня меланж. Без разницы, это просто яйца, которые я перемешала до однородного состояния. Масло растительное. 290 грамм. Вот наше масло растительное. Дальше у нас идет начинка твиста, твороженная с крупинками. Иногда ее можно заменить на творог, но цена будет, соответственно, выше. Поэтому мы добавляем начинку твист, твороженная с крупинками. Все. Наше тесто готово. Опять-таки, я повторюсь, неважно в какой последовательности. И самое главное, что мы ее перемешиваем 3 минуты. Вы сейчас увидите, до у кого состояние тесто, оно прям будет меняться. И это самое главное делать при помощи насадки лопатка и на медленной скорости взбивать его уже не нужно. Мы взбиваем только сыпко, заверной крем. Здесь мы просто перемешиваем 3-5 минут. И все. Мы поставили мершать наше тесто на очень маленькой скорости. Мешается оно 3-5 минут. На самой маленькой скорости. Опять-таки, повторюсь. Вы увидите, как разобьется клейковидно в тесте. Что оно станет гладким. Изюм немножечко набухнет. Будет больше виден в тесте. И в конце мы добавим еще и мешок. Обратите внимание, какое оно блестящее. Клейковидно развитое. Очень-очень много изюма. Вот. Это вот очень видно сейчас, когда он набух. Вот. Тесто однородное, хорошее. Его будет очень легко отсаживать через отсадочную машину, через кондитерский мешок. В принципе, неважно. Вот. Теперь следом. Мы добавляем желейные шарики. Что я хотела сказать насчет желейных шариков. Они термостабильные. Они бывают разных вкусов, разных размеров. И они очень вкусные. Такие с кислинкой. Что классно. Ими можно заменять цукаты. Они очень хорошо разрезаются в куличе. Что мы вам, конечно же, покажем. Я добавляю 150 грамм наших желейных шариков. Видите, я их промыла от сиропа. И они вот такие. Они не сильно будут пачкать тесто сразу же. Вот. Потому что я делаю очень маленький объем. Я побоялась. Вот. Все. И мы также перемешиваем. Минуточку на маленькой скорости. Теперь наше тесто нарядное, яркое, с яркими украплениями. Снимаем все с лопаточки. Очень хорошее тесто. Видите? Очень хорошо наполненное. А какое оно красивое в разрезе. С этими яркими-яркими цветами шариков. Вот. Посмотрите. Все. Наше тесто готово. Такие формы 90 на 70. Нужно класть 240-230 грамм кексовых куличей. Кексового теста. Вот. Я примерно уже один отвесила. И примерно столько же высыпаю. О, что я иного. Кексовый. 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 и отсадили наши куличики очень важное замечание как мы делаем красивые например кексы которые продолговатые мы разрезать мы делаем гребешок этому кексу мы разрезаем маслом вдоль чтобы показать как бы разрыхлителем где надо разрывать тесто тут же и ему никто не показывает и здесь есть определенный лайфхак мне нравится когда крышечка у выпечного полуфибриката ровная они вот с такими вот разрывами как при типичном разрыхлении химическом поэтому я беру нашу сахарную пудру не тающий бар что такое сахарная не тающая пудра это жир и глюкозный сироп вот как раз таки нам этот жир и нужен в этой сахарной пудре вот я беру и чуть-чуть прям меньше наверное даже грамма посыпаю сверху наши куличики сахарной не тающей пудрой по аналогию гребешка кексики и тогда они разрыхлители будут равномерно распределять шапочку и разрывать ее вот выпекаются наши куличи 40 минут при температуре 175 градусов и с полным отключением вентиляции их конвекции у меня печка у нас это точно проработано много раз 40 минут 175 градусов и за годы загоночная температура печки 180 шагарные куличи когда они остынут мы также покажем вам как их декорировать и обязательно и так 40 минут 175 градусов без конвекции